Искать новое жилье из-за прорыва трубы с холодной водой о таком харьковчанин Юрий Агафонов и подумать не мог. В конце июня житель дома на проспекте Ленина обнаружил течь и вызвал бригаду коммунальщиков. Приехали менять стояк и нога слесаря ушла в подпол. Вот все тут трухляло. Видите, балка полностью перегнила. Что там, что здесь, что вот это начало гнить. И на удивление, что дети не оказались внизу вместе с унитазом, потому что унитаз держался чисто на трубе от канализации. За 80 лет в этом доме насквозь прогнили перекрытие. Чтобы чугунная ванна не сломала оставшиеся балки, людям пришлось убрать сантехнику. В один миг семья Юрия осталась в квартире, лишенной элементарных удобств. Детям пришлось ехать к бабушке, взрослым перебираться в съемное жилье. Вот сейчас нереально проживать. Не можем ни в туалет сходить, ни руки помыть, даже элементарно посуду помыть, кушать приготовить для детей. Состояние перекрытий в квартире Юрия проверили эксперты местного отделения жилкомсервиса и городского департамента жилищного хозяйства. Мне советуют, необходимо две крайние справа балки демонтировать, заменить на металлические. А возле третьей деревянной существующей балки установить новый металлический швеллер. Эксперты предполагают, перекрытия могли разрушиться из-за влажности, которая идет от прачечной этажом ниже. Но там обрушения не боятся и помогать с ремонтом не собираются. Мол, к коммунальным бедам соседей отношения не имеют. Это действительно приемный пункт, где принимается белье и вещи. Мы отправляем машины на основную нашу базу. Но у нас даже умывальников по сути нет. Сырости у нас вообще никакой нет. Заменить перекрытие самостоятельно Юрий не может. Нет денег. Чтобы решить финансовый вопрос, люди могут обратиться в суд, советуют эксперты. Фемида определит, кто должен оплатить ремонт. Но напоминают, по закону восстановления жилья должен брать на себя его собственник. Жильцы, как собственники, они, естественно, не имеют таких материальных возможностей, чтобы проводить дорогостоящие ремонты. Действительно, что в городском бюджете должна быть предусмотрена обязательно какая-то резервная статья, деньги, которые будут расходоваться при возникновении вот таких вот случаев. В жилком сервисе не на камеру рассказывают, бюджетные средства на такие случаи действительно выделяют. Но когда их направят на устранение аварии на проспекте Ленина, 12, пока неизвестно. Мол, еще предстоит оценить ущерб и найти подрядчиков, которые заменят разрушенные балки. А коль сроков назвать не могут, то и публично об этом предпочитают не говорить. Мы хотели просто поговорить с вами по поводу ситуации в доме.